Восстановление кишечника – это всегда три вещи. Снижение воспаления, улучшение детоксикации и починка слизистой. Различные виды клетчатки и растительные биоактивные соединения решают все три вопроса сразу. Клетчатка в первую очередь становится частью пищевого комка. Некоторые виды клетчатки, как, например, камеди, могут увеличиваться в 10-20 раз, впитывая воду. В этот момент весь пищевой комок в ассоциации с такими клетчатками становится гораздо более гелеообразным. Из хорошего пищевого комка в тонком кишечнике медленнее впитываются сахара, не впитывается часть жиров, а сам человек чувствует себя более сытым. Именно поэтому увеличение клетчатки показывает хорошие результаты и для метаболического состояния, и для здоровья сосудов. Более того, естественный процесс детоксикации – это выведение из печени обезвреженных токсинов вместе с желчью. Нам бы хотелось, чтобы эти самые токсины впитались в пищевой комок и не выходили из него до самого конца. Вязкий за счет клетчатки пищевой комок делает именно это. Я сравниваю пищевой комок с поездом метро, из которого должны без давки выйти все приехавшие пассажиры, то есть наши нутриенты, а зайти пассажиры, которым надо ехать до конечной. Это и есть наши токсины. Судя по статистике, большинство людей имеют ту или иную проблему с транспортной функцией пищевого комка. И увеличение клетчатки зачастую первый шаг в сторону исправления. Отдельно стоит отметить виды клетчатки, показавшие в исследованиях уникальные свойства по сорбции токсинов. Пектин, наверное, первое, что приходит на ум, особенно низкомолекулярные фракции. За счет увеличения площади поверхности они сорбируют совершенно разные классы токсинов, от радионуклеидов до тяжелых металлов и химических соединений сельского хозяйства. Конечно, все это в том или ином виде содержится в нашем питании и воде. И ежедневная доза клетчатки разных видов позволяет связывать токсичные элементы до того, как они пересекут кишечный барьер. То есть их не нужно будет даже выводить из организма. Ну и, наконец, моя любимая и одна из самых исследованных клетчаток инулин. Во всем мире он добывается из цикория и топинамбура. Топинамбур, кстати, является чемпионом по содержанию инулина на грамм продукта. Инулин почти полностью усваивается бифида и лактобактериями. Его даже называют бифидогенным. А активный рост микробов, кроме всей пользы, про которую мы уже много говорили, является способом биодетоксикации. Представьте себе, из клетчатки микробы строят новые клетки с новыми мембранами и новыми белками. Эти клетки очень чистые, так как они сделаны заново. Именно за счет образования новых клеток, которые легко, как в капсулы, включаются токсичные соединения и происходит биодетоксикация. Когда пищевой комок доходит до толстого кишечника, часть клетчатки становится питанием микробов. Питаясь, микробы выделяют короткие жирные кислоты, которые делают среду более кислой и неприемлемой для жизни патогенов. А самое главное, питают стенки кишечника, восстанавливая проницаемость и слой слизи. Сегодня мы говорим про сорбент с коллагеном Siberian Wellness. Здесь уже есть все три типа волокон, необходимые для эффективной сорбции. Игуаровая камедь, и пектин, и топинамбур. А значит, действительно задействованы все виды сорбции. И кишечник получает питание для слизистой в результате ферментации. Кроме того, здесь представлен коллаген в виде гидролизата Пептинекс, который не только делает здоровыми суставы и кожу, но и восстанавливает слой подслизистой кишечника, а значит, также снижает проницаемость. Общее действие токсинов – это всегда токсичность, помноженная на проницаемость. Поэтому очень резонно вместе с сорбентами принимать средства, восстанавливающие слизистую. Кроме клетчатки и коллагена в состав входят плоды шиповника и экстракт коры ивы. Каждый из них богат разнообразием полифенолов. Они снижают воспаление и замедляют развитие патогенов. А шиповник наиболее известен как натуральный источник витамина С. Итого, мы имеем детокс, восстановление и снижение воспаления за счет разнообразия клетчатки, коллагена и использования фитонутриентов.